РТИ Колумбия представляет телесериал Тихие Воды РТИ Колумбия Твоя распоникация не смог тебя видеться В моем канале я даже никто никогда не брал Я дам тебе то, что еще не давала ни одна женщина Оскар Рейс Что случилось? Оскар, Оскар, открой дверь. Оскар, Оскар, в чём дело? Почему ты не открываешь? Тихо, Хуан, что означает? Только не говори, что ты не слышал гром. Я подумал, это в твоей комнате. Нет, не в моей. У тебя кто-то есть? Я слышал голоса. С кем я могу быть, Хуан? Я один. Пошли в гостиную. Грох отшёл оттуда. Идём. По-моему, всё в порядке. Лебардо, Гентина! Мне показалось, что разбился окно. По-моему, это произошло наверху. Я слышал гром отрядом с дверью. Что случилось, Дон Хуанни? Я не слышал гром, как будто кто-то разбил окно. Я крепко спала и ничего не слышал. Я слышал, но не стал выяснять, так как подумал, что это имеет отношение к гостю. К какой гостю? К гостю, которая пришла с Доном Оскаром. О чём вы говорите, Лебардо? Я говорю, правда, что я не провидел, как вы вошли в сопровождение, сеньорит. Я видел, как вы вошли в дом и поднялись наверх. Оскар! Неужели ты веришь этому глупцу? Должно быть у него галлюцинации. Простите, сеньор. Но учитывая то, что произошло, я решил быть более внимательным. Но и долг следить за домом, и именно это я делаю. Я видел, как вы вошли в сдах. Мы их не думали, что я ошибся. Хуан! Хуан, подожди! Научитесь держать рот на замке. Хуан! Хуан! Подожди, Хуан! Не входи в мою комнату, Хуан! Что ты делаешь? А ты как думаешь? Ищу женщину, которую ты привёл, украдкой. Повторяю, я никого не приводил. Кому ты больше веришь? Этому дураку, которому нужны очки? У него двоится в глазах. Или мне, своему брату. Почему ты не хотел, чтобы я вошёл? Я верю, Лебардо. Кто бы здесь ни был, выйдите немедленно. Ты сходишь с ума. Видишь, здесь никого нет. Это уже слишком. Ты мне не веришь. Ты похож на ревняевого мужа, который ищет любовника жены. Ты не понимаешь, что смешон? Ты убедился? Мелис? 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 Мелис, давай с уходи. Мелис? 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 Девушки отдыхают. Я тебя запрещаю, Мелисса. Категорически запрещаю. Я тебя запрещаю ходить ночами по улицам. Я устал думать о худшем и жить в постоянном напряжении по твоей вине. Ни в ассоциации, никаких убийств, никаких нападений на людей или того, что подорогает опасности нашей жизни и жизни других. Это не входило в наши планы. Я знаю, что делаю. Нет, не знаешь. Ты не способна контролировать себя. Значит, по-твоему, я сумасшедшая? Ты думаешь, что я сумасшедшая? Тогда почему ты все еще со мной? Это не хорошо, что такой блистательный мужчина, как ты, находится рядом с безумной женщиной. Пойми меня, Мелисса. Я люблю тебя. Ты не смогу любить никого в этой жизни. Если с тобой случится беда, что будет со мной? Я умру. Прости меня. Прости. Пойми. Я вернулся ради тебя. Если я решился на то, что мы делаем, то только потому, чтобы доставить тебе удовольствие. Я пальцем не пошевелил бы без твоего одобрения. Так почему же ты ведешь себя, как будто меня нет? Словно, я не имею никакого права высказать свое мнение. Не отрицаю, что сегодня ты собиралась убить Оскара Раиса. Да. Я хотела его убить. А ты подумала обо мне? Что было бы, если бы тебя арестовали? За преступление, которое не имеет никакого оправдания. Имеет. Ты знаешь, что не имеет. Есть доказательства, все это голословно. Мне не нужны доказательства. Мне было достаточно поговорить с Оскаром Раисом, чтобы сделать выводы. Эти выводы ты должна обсудить со мной, прежде чем предпринять следующий шаг. Потому что ты не одна. Ты со мной и не должна в одиночку принимать решений. Ты трусишь. Ты трусишь, потому что влюбился в Рутуриба. Это неправда. Нет, правда. Ты не можешь владеть своими чувствами, как я. Несмотря на то, что влюблена в Фернандо Эскандона. Я ведь продолжаю наше дело. Ты не можешь убедиться в том, что наши подозрения верны. Я от всего откажусь. Даже от любви Рут. И сам помогу тебе убрать Оскара и Хуана Раеса. В этом ты можешь быть абсолютно уверен. Я не могу убрать. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Если Густаво Адольфо не может ответить, придется отвечать тебе. Итак, Леандро, что будем делать? Мы не можем подвезти клиентов. Оскар, ради всего святого успокойся. Ты еще больше нервируешь Леандро. Леандро, пойдем поищем ткани. Может, найдем что-нибудь на складе? Пойдем. Добро пожаловать в Казахстан! Вы вели домой, в результате лишний раз доказали, что вы намного неувереннее, чем я думала. Мелиза, Мелиза... Вы ничем не отличаетесь от подростка, который слишком много обещает, но ничего из себя не представляет. Теперь я понимаю, почему ваша жена не вернулась к вам. Еще есть время ответить на вызов. Мелиза! Мелиза! Я не знала, что ты пришла. Добрый день. Добрый день. На меня свалилось столько проблем, что я совсем забыла о вечернем частном показе в доме министра Кентано. Идем, ты должна примерить платья, отобранные для показа. Некоторые из них придется подправить, с вашего позволения. Добрый день. В чем дело, Оскар? Почему ты задерживаешься? Мне нравится быть с тобой, Хатина, долгое время. Мы редко встречаемся днем. Это связано с работой? Мы оба слишком заняты. Ты придешь, пар? Это зависит от того, сколько продлится показ устроенной Леандро в доме министра. Но если мы закончим рано, обещаю заехать в бар. Сегодня ты спокойна и уравновешенна. Я хорошо себя чувствую. Благодаря одному человеку. Кому? Благодаря человеку, который делает немассажевые, успокаивающие нервы. Я должен нас познакомить. Мне тоже иногда нужна такие массажа. Ты встречаешься с тещей? Да, мы договорились встретиться здесь. Нужно поговорить с адвокатами по вопросу, касающемуся ее недвижимости. Тогда мне лучше уйти. Не хочу, чтобы она видела нас вместе. Нет. В этом нет ничего плохого. Я не стыжусь наших отношений. И мне незачем их скрывать. Твоя теща уже знает? Знает не только она, но и София. Ты не должен был ей говорить, Фернандо. Если бы это было что-то серьезное, одно дело. Но ты должен воспринимать меня как приключение, а не как женщину, которая заменит тебе жену. Мелисса, ты для меня не приключение. Не знаю, как долго продлятся наши отношения, но пока это продолжается, я хочу дать тебе то немногое, что у меня есть. Ты можешь дать многое. Нет, я ничто. Раньше было еще хуже. Можно признаться, тогда меня волновала только эта праздная жизнь, которая была у меня благодаря состоянию с женой. Но сейчас я стремлюсь стать настоящим мужчиной. Я хочу бороться. Я хочу быть честным во всех своих поступках. Особенно с тобой. Ведь тебе удалось сделать меня счастливым, что никому не удавалось. Как ты можешь мне доверять? Как ты можешь доверять человеку, который от тебя многое скрывает? Знаешь, я не боюсь твоих тайн. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Какой я тебя чувствую. Я ничего тебе не обещаю. Но если однажды я решу соединить свою жизнь с мужчиной, это будешь ты. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я не знала, что ты придешь не один. Фернандо. Познакомьтесь, Семилиса Маура. Как дела, сеньорита? Очень приятно, Мелисса. Мне тоже приятно, София. По-моему, мы напрасно пришли сюда, Фернандо. Ведь у нас встреча с адвокатом. Еще есть время. Встреча назначена на пять. А сейчас всего четверть пятого. Значит, вы певица. И модель. Певица, потому что Фернандо и Купитта решили, что у меня приятные голосы, и я могу петь в их баре. А модель, потому что Леандро Сантос пригласил меня работать в салон моды. Вы очень красивая женщина, Мелисса. Я сомневаюсь, что у вас много и других талантов. Да. Много талантов, потому что для таких, как я, недостаточно быть красивым, чего вполне достаточно для женщины, как вы, у которых есть и имея большое состояние. У вас странная фамилия, я никогда ее не слышала. Маура. Похоже на испанскую. Откуда вы, сеньорита? Я такая же колумбийка, как и вы, сеньора. Фамилия не играет роли. Во всяком случае, для меня, я никогда не жила, опираясь на свою фамилию, и я не хочу вас обидеть. Но в вашем ответе прозвучал вызов. У вас какая-то проблема с классовым различием. В определенной степени. У всех у нас есть проблемы такого характера. Разве у вас их не было, сеньора? Вы приехали с семьей или живете одна в этом городе? У меня никогда не было семьи, но я не чувствую себя одинокой, потому что обрела добрых друзей, таких как Фернандо, Папито, как Леандро Сантос. У людей, лишенных сеней, есть тяга окружать себя любовью, когда мы встречаем искренних людей, которые предлагают нам свою бескорыстную любовь. Насколько я поняла, вы считаете себя удачливой женщиной. Не могу пожаловаться, сеньора. Даже ничего не имея, я всегда была удачливой женщиной. А теперь мне придется вас оставить. Это у меня важные дела. Я тебе подвезу, Милиси. Нет, не беспокойся, ты занят. Я могу взять такси. Тогда я тебя провожу. Извали, я сейчас вернусь. До свидания, сеньора. Приятно было познакомиться с вами, София.